всем привет продолжим наш такой краткий забег в альфа версию новой гонки от тубисофта за крю как я обещал да в прошлое в конце прошлой серии я должен был решиться на выбор какой-то какого-то автомобиля из всех здесь конфеток представленных я думаю мы остановимся на комара это мне наиболее интересно сейчас машина хотя в принципе чего я ломаюсь в этой игре все но можно потом будет купить все а в альфа версии нам в принципе так на это пофиг купаем а не проводя пробный тест да конечно это же нормально сразу так не глядя это командные кредиты нет у нас команды так что сок нас а у нас так что тем что нормально да хватает ну что 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 сейчас мы будем делать сразу пойдем наказывать бритву или сначала какую-нибудь шушеру поменьше или будем развозить пиццу для фбр авсов алекс такие дилеры есть по всей стране у каждого свои машины так что лучше побывай у всех и осмотрись мастерские 510 повсюду и специализируются они на самых разных работах со временем тебе придется посетить все эти мастерские ну а пока достанем тебе стриткар стриткары это слегка модифицированные машины для уличных гонок и дорог общего пользования это самый популярный класс машин в 510 и неспроста это лучший выбор для путешествий по стране так что у нас доступно тут как как каракака что это такое экзамен по вождению стоят стриткар да я правильно понимаю так что тут у нас умение скорость она пройдена распоказано уже тюнинг мастерская стриткары ну ясно в принципе нам туда где светится светится у нас на вот этом вот закрытом экзамене да давайте новый маршрут али но быстрым перемещением пока пользоваться не будем первых здесь ехать быстро во вторых все таки я не знаю я в песочницах всегда люблю ехать со своими силами кроме тех случаев когда мне нужно как-то сэкономить время а сейчас я не буду экономить время ни свое ни ваше лучше скажу чему я до прошлой серии по-моему начинал разглагольствовать почему я решил поиграть в гонку хотя гонщик из меня херовый да часть проблем вина тому что драйв клапа так и не получил свой бесплатный хотя так ждал и не захотелось посмотреть на что нибудь новую гонку с хорошей графикой в принципе графика меня устраивает хотя в принципе то что я вижу это watchdogs поэтому я не сильно впечатлил также это конечно так и красивее чем то что было на прошлом поколении имеют playstation 3 конечно не имеют всякие игры написали компьютерах там с графика все в порядке давно-давно уже мне больше интересно сравнивать именно вот эти вот кросс поколенческие прогрессы гоняет этим я еду как этот самый нормальный 70 килограмм в час не нарушая нормальный короче чуваки самое то для гонки вот понимаете какой хочет всякую в гонках езжу в 70 килограмм в час ладно что еще что еще и еще одна есть тому причина у меня сейчас всех моих основных прохождений на канале а из них пока два активных это demon souls и новый сезон с ловещих ловещих ходячих блин езжай в мастерскую и сделай из нее стриткарт в смысле я не понял ты же мне женщина сказала ты меня бесишь как нет карту включить я понял как нет где мастерская я прослушал пока трепался что он сразу ехать в мастерскую новый маршрут да давайте новым маршрутим вот и да у меня два прохождения и оба они для меня достаточно такие время затратные demon souls ты же не собираешь загоняться на стоковой тачке езжай в мастерскую ты задрала уже знаю я понял хватит сто раз повторять ну давай давай третий раз скажи так вот demon souls для меня вообще очень крайне такой сложный в плане записи потому что приходится во много много раз записывать записывать вырезать монтировать нельзя просто так сессии записать не тот у меня скилл для этого и не тот формат того прохождения тоже к сожалению поэтому серии будут уходить долго а выходячие там просто если сядешь то с концами пока не пройдешь а у меня к сожалению сейчас время меньше чем обычно и так будет ближайшее время тоже меня ломает от того что ничего не делаю поэтому я вот хотя бы хотя бы вот не знаю вот что то запишу вот эту крю крю хорошо алекс давай возьмем стриткар давай возьмем стриткар каждая машина от дилера поступает со склада и готова к улучшениям в каждом регионе есть своя мастерская со своим стартовым набором с ним тачка годится для разных типов дорог когда поставишь стартовый набор детали которые ты покупаешь будут ставиться автоматически установка механических деталей повысит уровень твоей машины чем выше ее уровень тем лучше она ездит угу типа раскачивать каждую тачку надо что прикольно рпг элементы во всем и везде ну и если я правильно понял как это работает я еще не до конца так а чё у нас тут о польсваген гольф я хочу гольф себе ух ты тут еще и шелби джетти ну просто сказка какая то это что это опять ниссанчик да так я хочу себе гольф не знаю зачем я сейчас покупаю всю новую машину когда только что купился другую ну просто я не знал что у них есть гольф мне не предложили гольф в самом начале кольца круто 3 ладно да я хочу купить этот гольф что за кольца смотрел по моему у нас уже по фарам это у нас уже седьмой гольф да а а а у нас есть кредиты команды отлично я покупаю за кредиты команды я не знаю ребята кого я сейчас только что кинул на 17000 ну видимо свою команду да 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 давайте быстренько и сразу переместимся куда-нибудь затюньте мне вот эта машина это я понимаю ну что ж давайте что мы будем делать уровень 1 сразу уровень 10 да чем промежуточных вариантов или их надо там опытом подымать а это покупается да наверное так ладно ясно я понял да ну как бы у нас выбора особо нету значит этот хотим я не очень понял что произошло но нам сделали трансформер из нашего гольфа оборудуйте вашу машину так что ну сейчас у нас стрит да суперкар из гольфа сделать нифига себе а что можно я хотел бы на это посмотреть так ну давайте затюнем наше у нас там денег то еще осталось так внешний вид конечно внешний вид важнее что у нас тут у нас есть официальные блин как у нас красный то был сегодня официально наклейки ну ха ха ясно так что бы так ох ты какой гольф нифига себе обалдеть сколько американской символики а есть что нибудь не американское ребята я не настолько люблю все это дайте мне что нибудь не знаю ладно я понял салон вид из кабины что мы можем тут блин я вообще не вижу что у меня есть какие то цвета вроде а вот нифига себе мы можем покрасить наш салон ладно давайте потом как передний бампер у ё-моё какие они все агрессивные ляпота я правда не вижу чем они отличаются блин настолько пороги пороги давайте опустим нашу приору нет вот такой флак то не будем пускать диски сукла на причем диски суть 9000 нормально как в жизни все выбора никакого наружные зеркала тоже без выбора спойлер будем спойлер менять все так тут как бы один только а чё с капотом фига себе какие капоты карбоновые наклейка на подкарбон ну ладно я понял мне нравится внешний вид моей машины уже такой какой он есть хлопная система система впрыска тупо нагнетатель блин я щас могу здесь часами сидеть и пытаться что то откавлибровать давайте попробуем с дефолтным гальпом покататься вот что я думаю должно же это быть возможно я надеюсь в конце концов это немного ли здесь тюнинга для игры которая себя позиционирует как аркада я столько настроек видел последний раз в нитфор спит шифте но только там симулятор там вот этого меняется там реально имеет смысл сидеть все это подкручивать но если здесь аркада здесь найти зои алекс высылаю тебе координаты поезжай туда посмотрю как ты справишься что на время что ли мексиканский квартал ты сомневаешься в том что я даю одно мексиканского квартала что ж у меня за дефекты речи то такие вообще куда идем ты блин я с трудом справляюсь с управлением в этой игре даже в карте все очень странно такое ощущение что поджойстик не очень затес она если честно надо просто немножечко чувствительность подкрутить или надо просто немножко в Destiny меньше играть даже не знаю что сказать что ж ох чувствую за музыку меня вздрючат ну ладно пш пш ну ка в сторону с кем мы разговариваем я не очень понял но эй 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 кто это был Стивен твою мать учись ездить по встречке я не понял что происходит а мы зачем то приехали подожди а где зоя ну я приехал зоя 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 мать твою то есть моя проблема в том что он нет я реально не помню в чем моя проблема у нас дилер я что тачку не до конца тюнинговал или в чем факин проблема экзамен по вождению выбор играть а ясненько надо было всего лишь нажать в одиночку ну да с нюансами конечно надо еще разобраться мне что-то я как-то туплю адским ты с ними долго работал посмотрим помнишь ли ты как с кем я долго работал с гольфами или с ниссанами или с гонщиками блин я не понимаю в чем эта женщина вообще надо так что-то у меня нитро по-моему мало ты понял меня вот условия наша первая цель коберн затем бритва за остальных арестованных отдельная плата я не буду помогать тебе со всеми из 5-10 мне нужны только продажные копы и убийцы кстати об убийцах бритва сядет пожизненно убьешь его снова сядешь сам как мы можем убить мы даже из машины здесь не выходим я так понимаю что машина здесь бессмертная да ты помешана на коберн так и разберись сама слабое место коберна 5-10 он купил добрую половину фбр начни я обычное расследование он легко выйдет сухим из воды но если я зашлю к бритве шпиона мы сможем взять их обоих у тебя как раз есть все что мне нужно я что-то не очень понимаю что происходит я еду как этот самый как инвалид со скоростью 100 км в час и меня только-только наконец-то сделал этот чувак а я хотел сказать что он меня вообще сделать не может ну ладно так пешеходы бессмертные машины бессмертные в плане респавнищиеся и при этом куча настроек тюнинга я подготовила штаб квартиру нам нужно безопасное место где будет работать твоя команда твоя команда твоя команда ключевая фигура нуждается в поддержке и прикрытии я не понимать что здесь происходить куда мы едем а теперь по я понимать ладно пока этот чувак там не вспомнил что он на гонках надо нам все таки втопить немножечко по газончику опа видите как на гольфе сразу дело пошло правда немножко покосали новые детали, новые очки навыков уровень всех ваших машин будет увеличен на 3 уровня или на 3 уровня вообще странно если на уровне 2 почему он увеличен на 3 или на 3 не понимаю ладно не важно 5-10 установить давайте установим бесплатно не важно в принципе какая радио у нас машинка отрегенерировала супер так заезжай сюда а это там мы с Зоей гонялись, да? Зоя ездить не умеет вообще если даже мы ее сделали штаб-квартира, нифига себе придется пока довольствоваться тем, что есть я тут обобщила кое-какие полученные данные автоклуб 510 этот нелегальный клуб уличных гонщиков за последние пять лет вырос в сложную преступную организацию у них ячейки в каждом штате тачки гонят на юго-запад обратно идет контрабанда в общем, если товар можно как-то спрятать в машину 510 его перевозят целей у нас две спецагент ФБР Билл Коберн о его грехах мы знаем но нужны улики и Деннис Джефферсон он же бритва вместе они изменили 510 Коберн придумывает план действий и защищает от копов на бритве грязная работа в банде 510 на ранг указывают тату бритва V8, король ты должен внедриться в автоклуб 510 получить тату и начать расти найти для меня улики против Коберна а с ним уберем и бритву для первой тату нужна рекомендация главы ячейки заработай славу в гонках стань одним из них и двигайся вверх, пока не дойдешь до бритвы невыразительное лицо нашел все готово здесь ты можешь управлять навыками и улучшать машины чем дальше, тем больше будет навыков вот коллекция такая будет у каждого дилера и мастера это управление машинами и классами а еще это быстрый доступ ко всем дилерам и мастерским все таки походу из гольфа мне не сделать суперкар в мастерской штаба можно установить купленные детали а также детали полученные за выполнение заданий устанавливай самые лучшие детали для повышения качества и уровня машины можно перекрасить тачку добавить наклейки и декоративные детали небольшие повреждения можно устранить в мастерской но я так понимаю что все эти апгрейды они ничего по сути не дают кроме общего показателя какого-то уровня машины или дают у меня сложилось впечатление сейчас что мы покупаем более дорогие детали и нам просто повышается общий ранг машины то есть нам не надо сидеть как в нормальном симуляторе выбирать балансировать да, устраивать баланс ну что ж коллекция машины это все ясно так навыки что за навыки дайте посмотреть что у меня за навыки господи зоя миссионерс господи одно очко на миссионерс добавить очко купить одно очко навыков это же за какие деньги это купить это реально что я не понимаю судя по всему типа наша команда это наши навыки добавляя новых членов мы можем их прокачивать а они своей прокачкой дают какую-то бонусную фичу нам например вот здесь вот прокачивая зою миссионерство ставя на нее очко мы будем получать больше опыта за обычные задания как то так я все это вижу сколько у меня очков то я вообще не понимаю ладно ва банк нифига себе ва банк нифига себе ясно примерно понятно что значит навыки прогресс тоже ясно секретная машина это как ход трот найден а а то есть мы должны детали собрать машину интересно в принципе это гонка с открытым видом так а тут у нас что у нас по детройту есть что это было подождите я сейчас а это проигрыш это видеоролики блин я дурак ясно все сижу туплю тут а что прогресс только в видеороликах а как же ладно поздравляем вы прошли и пролог за крю пожалуйста дождитесь окончания установки 51 процент завершён я так понимаю он сейчас что то скачивает наверное из интернета окей ладно что ж я думаю мы эту серию тогда и закончим она вышла такая не очень гоночная но больше обзор на это понимаю ну что я могу сказать по своим впечатлениям я вижу что в принципе вот как то так должен был быть сделан последний потому что идея один в один но в отличие от того же последнего мост он который был кстати игрой достаточно хороший здесь гораздо больше вложили силы старания подача сюжета раз попытку сделать разнообразным этот открытый мир который том же мост вон тут был очень 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 примитивным здесь ну интересная идея с открытым миром в плане того что мы можем путешествовать по всем штатам дополнительное задание должно быть ну я так подозреваю что должно быть много чего посмотреть хорошая подача сюжета в принципе сюжет абсолютно вторичный то есть это еще с мост вон тут линейки мы должны не так сказать продвигаться по банде доказывать всем что мы плохое на самом деле мы хороший который был плохим блин какой то бред в общем но несмотря на глупость всего происходящего ролики сделаны вроде неплохо то есть все таки не совсем так уж халтурно к этому подходили ну и конечно да остается вопрос как вот описывается коопная составляющая потому что сюжет такой может быть коопная составляющая все это не должно описываться просто сюжет такой исключающий кооп мы как одинокий волк должны бота бритву снять и наказать злого как то так знаете что давайте на этом закончим я не знаю возможно я сделаю еще третью серию которая будет такой чуть чуть заездно обзорной по открытому миру там пару дополнительных заданий потому что что то большее здесь сделать особого смысла я не вижу это все таки альфа версия весь прогресс будет потерян а а пролог он такой оказался как по мне достаточно наглядным иметь представление об этой игре вот спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось и ждите следующей серии я думаю она будет должна быть надеюсь все пока 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 пока